МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пришло время подвести итоги вторника в студии Дарья Павленко. Здравствуйте! Коротко о главных темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самую большую в регионе школу на 1600 мест возводят в округе Майская горка в Архангельске. Строительство по нацпроекту образования. Площадь больше 33 тысяч квадратных метров. Но куда важнее не масштабы, а наполнение пространств смыслом и содержанием, которые дадут детям возможность максимально реализовать себя. Школу обещают сдать уже к июлю, чтобы успеть подготовить все необходимое к открытию 1 сентября. Уже на подходах к зданию новой школы становится понятно, что она станет местом притяжения всего микрорайона. Ее строительство ведется в рамках национального проекта образования и областной адресной инвестиционной программы. Наш комитет курирует эту программу много лет. Естественно, в этой программе много объектов, но особое внимание уделяется объектам социальным, школам, детским садам, больницам по всей области. Это федеральные средства, областные средства. Здесь действительно школа принципиальная, уникальная, самая большая, напоминаю, в Арканистской области, самая современная школа. Это четвертая школа в стране, построенная по такому проекту. Площадь здания 33 тысячи квадратных метров. Есть даже 25-метровый бассейн. Здесь в первую смену будет учиться 1600 школьников. Во второй половине дня дополнительное образование получат ученики других школ Архангельска. У нее три спортзала, два из которых игровые, они большие по площади. Один зал тренажерный. Здесь будет танцевальный зал, огромный актовый зал на 600 мест, оснащенный современным оборудованием. Школа будет оснащена... Около школы оборудован стадион. И мы хотим, чтобы на этом стадионе занимались не только дети, которые учатся в нашей школе, но и дети из других школ, их родители, жители микрорайона. Поэтому школа должна функционировать весь день. Перед строителями стояла задача возвести здание за 22 месяца. Спустя 12 остаются отделочные работы. Чтобы вести строительство в таком темпе, в период перебоя поставок со стройматериалами и буквально в ежедневном режиме работы контролировались вместе с руководством Северной железной дороги. Теперь очередь стадиона. Сейчас снег больше растает, нам надо место, чтобы работать. Еще грунт увердый. Мастер-файбером покрываем игровые зоны для детей, что площадок много, площади большие. Жители Майской горки ждут и другие перемены. Новая дорога свяжет жилые районы и территорию перспективной застройки с центром города и окружным шоссе. Отремонтируют и улицу Карпогорскую. Проект должен быть реализован к концу 2023 года. Это разгрузит поток автомобилей внутри микрорайона, в том числе при подъезде к школе. Мы строим Московский проспект, и эти два проекта обязательно увязаны. То есть с Московского проспекта можно будет проезжать как раз в школе на 1600 мест. Я напомню, что школа, это примерно инвестиции около 2 миллиардов рублей, там даже больше. Московский проспект Ленина, это тоже 2,2 миллиарда рублей. Здесь 1600 мест, а там чуть дальше по московскому, по новому московскому уже, который люди называют новым московским, вот этим участком, там будет еще построена одна школа на 860 мест. Школа должна открыть свои двери 1 сентября. Для этого подрядчик обязуется уже к июлю сдать объект, чтобы в оставшиеся два месяца можно было оснастить помещение необходимым оборудованием и пройти процедуры лицензирования. Алексей Макеев, Ольга Красулина, Регион 29. Пострадавших, кому силой написали на лбу маркером нецензурное слово, было двое. А причиной конфликта стала электронная сигарета. Прокуратурой области завершена проверка по факту инцидента в Архангельской школе номер 33. Как пишет информагентство Регион 29, одна из учениц попросила одноклассника зарядить электронную сигарету. Тот убрал ее в рюкзак, а позже вредный гаджет потерялся. Девочка обвинила одноклассника в краже, а потом попросила знакомых из 9 класса помочь разрешить конфликт. В итоге случилось то, что случилось. Администрация школы, установленные участники конфликта, организовано проведение профиактической работы с ними. Несовершеннолетние принесли извинения потерпевшим и поставлены на профиактический учет. Вместе с тем, образовательной организацией в органы внутренних дел информация о конфликте среди учащихся не направлялась. Работа по раннему выявлению девиантного поведения у несовершеннолетних надлежащим образом не организована. Прокуратурой города Архангельска директору школы внесено представление об устранении нарушений закона. Кроме того, прокуратура намерена привлечь к административной ответственности тех, кто разместил в сети видео с несовершеннолетними и показал их лица. Традиция советских времен, успешно прижившаяся в современной России. Речь про весенние субботники. Архангельская область исключением не стала, что в областном центре, что за его пределами люди, вооружившись мешками и граблями, начали облагораживать территории вокруг домов и не только. Подробнее расскажет мой коллега Аким Самедов. Нио Николаевна Борзая 25 лет проработала токарем и во время беседы с теплом вспоминает своих коллег и коллектив, с которым пробыла почти четверть века. На субботнике в Северном округе нахлынула волна воспоминаний, как ударно и массово наводили порядки еще в советское время. Сказали, что будет субботник, пожелаете, приходите. Вот я и пришла. А я всегда люблю. Я не хочу дома сидеть. Надоедает. 82 года. Знаете, как плохо, что на пенсии все дома, дома. Еще в школе, когда я была, всегда участвовали. Я люблю участвовать, мне нравится. На противоположной стороне мемориального комплекса участникам Великой Отечественной войны трудятся юные соратники Нины Николаевны, игроки команды Юникс по флорболу и спортивной школы номер 6. Я хочу, чтобы был город чистый и чтобы в нем никто не мусорил и все было чисто. Кроме мемориального комплекса и территории вокруг, участники субботника также привели в порядок величественный монумент, памятник советским воинам. Очевидно, что мемориал получил достойный вид. Применять пришлось и спецтехнику. Мы традиционно каждый год выходим весной на субботник. Выходной день это как раз когда можно прийти и поработать от души и поговорить со своими единомышленниками, с жителями округа и привести порядок к территории массового скопления людей. На юге области в Коряжме субботник тоже никто не отменял. Добрая традиция тут собирают сотни единомышленников. Коллектив молодежно-культурного центра «Родина» подтянул за собой подрастающее поколение и их родителей на уборку в пионерском парке. Это местная точка притяжения для юных скейтеров и беймиксеров. Присоединилась как и акции местных жителей депутат Архангельского областного собрания Ольга Порошина. Именно с субботника вот с 22 апреля начинается настоящая весна. Очень приятно видеть здесь знакомые лица и незнакомые тоже. Это значит, что армия желающих прибираться, делать свой город красивее, приближать весну, она растет. И я коряжмцам безумерно за это благодарна. Наравне с физическим трудом имел место и труд агитационный. На глазах город становится чище, но не везде достаточно мусорного мешка и инструментов для уборки. Волонтеры федерального проекта по формированию комфортной городской среды на месте собирали голоса за объекты благоустройства. Две территории, на которых проходили субботники, участвуют в голосовании. Это пионерский парк и сквер на набережной имени Николая Островского в районе Старой Пристани. Очень много людей на территории нашего города убирает наш прекрасный город. Я вас всех прошу, призываю, выходите на улицу, собирайте мусор, делайте наш город чище и красивее. Отметим, что субботники 22 апреля прошли по всей стране и собрали сотни тысяч участников. Аким Самедов, Валентина Орлова, Регион 29. Учиться будет либо на филолога, либо на юриста. Но не факт, что в качестве вуза выберет МГИМО. Победитель телеолимпиады умницы и умники Владислав Борисов в родном селе Дорогорское был встречен как именитый гость. И вполне заслуженно. Перед 11-классником теперь открыты многие дороги. Но, как мы смогли убедиться, юноша не строит амбициозных планов и рассуждает вполне по-взрослому. Где родился, там и пригодился. Владислав Борисов, Дорогорская средняя школа Мизенского района Архангельской области. Он еще даже не ответил на вопрос, но уже дал понять. Собран, уверен в себе и в своих знаниях. Когда окончательно были утверждены тексты музыка гимна Советского Союза, тот, кто был на дорожке, не знал, Владислав же ответил сходу. Гимн был утвержден после того, как в Большом театре его исполнили три оркестра. Юрий Вяземский не применил резюмировать такие познания. Вы понимаете, что настоящие умники они не на Волге живут, тем более не на Москве реке, не на Неве, а на удивительно красивой реке. Мизень? Мизень! Орден Вашей честь! Безусловно! Трижды орденоносному северянину теперь открыта дверь в МГИМО. Но, как казалось, юношу берут сомнения, а стоит ли, будет ли по силам? Блеск медалей обернулся чередой раздумий. Я размышлял над этим вопросом, но к окончательному выводу не пришел. Я проживаю в сельской среде, к городу не адаптировался. Каким бы ни был выбор у нашего земляка, родные, друзья и учителя его, безусловно, поддержат. После успеха в федеральном эфире Владислава встречали в родной Дорогорской школе как большого гостя. Разделить радость с сыном приехали родители и поделились, только ли книгами заняты душа и руки умника. Рыбалка, вот она водочку очень любит. Играет в шахматы. В шахматы, на велосипеде. Катается летом, чтобы подвижность была. Сейчас реже, да, потому что все занято, занято время подготовки. И подготовка была непростой. В мае прошлого года в финале региональной олимпиады наследники Ломоносова Владиславу совсем немного не хватило для победы. В него поверил Александр Цибульский и будучи председателем жюри отдал свою квоту школьнику. И этим шансом юноша воспользовался сполна. Так ведь и предпосылок для успеха было немало. Влад научился читать пять лет. Ну, а с раннего детства уже, конечно же, мама с папой читали ему книги. И вот он в начальных классах он тоже проявлял старание, усидчивость, да, он уже хорошо учился. То есть Владислав на протяжении всех девяти лет имел только отличные оценки. по отличникам круглым. И поэтому как бы здесь заслуга, я считаю, родителей, ну вот школы тоже, естественно. И все же на самый сложный вопрос, как поступить правильно, Владислав, кажется, нашел ответ. Я полагаю, что выберу Северный Арктический Федеральный Университет. И факультет? Или юридический, или филологический. Я текаю к гуманитарным наукам. Науки юношей питают, говорил не менее известный наш земляк. И односельчане верят, Владислав будет не просто примером для молодежи, а примером, на котором учится и который поможет Северной Земле еще больше прирастать талантами. Артемий Заварзин, Николай Акулов, Регион 29. Кстати, на вопрос, куда пойти учиться, ответы дали на областном родительском собрании. Формат этот новый, но, судя по отзывам, полезный. Тема очередной встречи – поступление в техникумы и колледжи региона. Учебный год неумолимо близится к концу. У 11-ти классников ЕГЭ и выбор вуза, у 9-ти классников пока забот поменьше, но вопрос, где учиться, уже актуален. Чтобы помочь его решить, в Архангельске прошло областное родительское собрание. Это новая социально-экономическая инициатива Министерства просвещения Российской Федерации. Стартовала она еще в 2022 году, была поддержана президентом Российской Федерации и нацелена, конечно же, в первую очередь на студента. Для того, чтобы мы для отраслей экономики, которые у нас хорошо развиваются на территории региона, подготовили по их же запросу того специалиста, в котором они нуждаются. Имя этой синергии – профессионалитет. Это федеральный проект, который подготовит новые кадры по запросу работодателей и укрепит экономику региона. Архангельская область сильна лесопромышленным комплексом, поэтому на него и сделан упор. Базовой образовательной площадкой проекта стал Новодвинский индустриальный техникум. Там расположится 11 площадок. На 2 с февраля уже идет ремонт. Они будут обладать современным цифровым оборудованием. Поэтому учиться на таком оборудовании станет не просто легко, но и интересно. Поэтому мы надеемся, что мотивация для наших студентов будет гораздо выше. Им будет интереснее осваивать на новом современном оборудовании. Оборудование, которое есть на наших предприятиях. На областном родительском собрании также отметили, что за три года реализации проекта «Профессионалитет» из учебных заведений выпустятся около тысячи специалистов нового уровня. Виктория Воронцова, Светлана Михеевская, Регион 29. Полминуты рекламы, далее продолжим выпуск. Роскошные, элегантные, яркие, незабываемые. Именно такие образы вы сможете создать вместе с магазином «Бомпикс». Эксклюзивные изделия из шелка, текстиля и кожи. На этих аксессуарах женского гардероба оживают сюжеты картин Ван Гога, Мане, Пикассо и Кандинского для утонченных натур и настоящих ценителей красоты. В Новодвинске побывал педагогический десант «Молодые молодым». В течение дня во второй школе и в детском саду номер 17 прошло более 20 открытых уроков и мастер-классов. Нет ли тоски по работе в школе, как сделать уроки интереснее и где брать силы? Эти и другие вопросы министру образования. Олег Русинов общался со студентами и молодыми педагогами и делился полезными методиками, которые помогут правильно выстроить карьерный путь. И не случайно, что это ведь год педагога и наставника и очень важно вот эту преемственность конечно сохранять. Она нужна. Нужна молодым, нужна учителям-стажистам. И она нужна ребятам, потому что ведь все и молодые специалисты, и учителя со стажем, они приходят в класс и там дети. Дети, которые хотят учиться, познавать мир. Ну и самое главное, мы из них должны воспитать граждан Российской Федерации. Учителя на Мадвинска выступили перед участниками пед-десанта с мастер-классами и открытыми уроками. Суть проекта «Молодые молодым» в том, чтобы студенты колледжей и вузов узнали из первых уст, как сделать шаг в профессию. Кроме как работать с детьми, меня больше ничего не интересует. И поэтому, прежде всего, я благодарна им, потому что у меня всегда были очень хорошие классы, которые мотивировали меня работать, делать уроки интересными. Региональный проект «Молодые молодым» это еще одна возможность привлечь специалистов в школы и детские сады. Я выбрала профессию учителя начальных классов за любви к детям. Иметь наставника молодому специалисту необходимо, потому что на начало бывает очень сложно, и если будет наставник, то становится намного легче. Всего город Бумажников посетили больше 60 человек. Это студенты Архангельского многопрофильного колледжа, САФУ и молодые педагоги. Артемий Заварзин, Регион 29. Цифровая эпоха меняет все сферы жизни человека. Как идти в ногу со временем и использовать новые подходы в образовании и медицине. Об этом рассказали участникам учебно-методической конференции в СГМУ. О применении новых современных технологий в обучении будущих медиков рассказывали представители 11 профильных организаций. Как развивать коммуникативные навыки студентов, повышать качество образования и проводить внеучебную работу. Все это узнали участники конференции. В первую очередь я буду акцентировать внимание на то, что нам, конечно же, надо развивать воспитательную деятельность. Действительно, российскому образованию сейчас не по пути с западным образованием. И с теми традициями, теми вызовами, с которыми мы сталкиваемся, это тоже понятно. Хочется, чтобы не было утечки мозгов, как у нас наблюдалось это ранее. И чтобы все наши кадры, все наши выпускники работали на благо нашего общества внутри страны. Межрегиональная конференция в СГМУ прошла уже в 27-й раз. Цель неизменна – работа над созданием качественной системы образования для того, чтобы наши выпускники были востребованы не только в Архангельской области, но и во всей стране. Появляется у преподавателя очень много новых инструментов, которые позволяют оптимизировать процесс обучения, сделать его более интересным для студентов и для преподавателей в том числе. Использовать новые современные технологии. Всех волнует качество образования, не так просто его обеспечить. Высокая конкурентная среда, очень много информации. И, конечно, преподавателям приходится совершенствовать свои преподавательские навыки. В программе конференции были секционные заседания по семи направлениям, в том числе формирование коммуникативных навыков будущего медицинского работника, организация обучения иностранных граждан и довузовская подготовка. Лидия Папуш, Антонина Лебедева, Ольга Красулина, Регион 29. В Архангельске прошел первый турнир по большому теннису общества «Динамо». На корте собрались 30 спортсменов. Соревнования посвятили вековому юбилею организации. Ровно 100 лет назад было создано спортивное общество «Динамо». Задача, что век назад, что сейчас одна – развить служебно-прикладные виды спорта и увлечь ими как можно больше сотрудников органов безопасности и правопорядка. «Динамо» – это первое спортивное общество, созданное в нашей стране. До этого, конечно, были различные кружки по интересам. А что означает общество? Потому что оно объединяет большое количество различных видов спорта. Мы проводим каждый год более 20 соревнований. Знаменательной дате, к слову, посвящены все турниры этого года. Последний – соревнования по теннису – объединил 30 участников. Среди них – Алексей Варгасов. Ракетку в руке он держит почти 20 лет. Любовь к спорту пришла с улиц, когда взрослые были заняты работой, а дети предоставлены самим себе. Сегодня Алексей – заместитель председателя организации «Динамо». Он точно знает – будущее первого спортивного общества светлое. В том году поставили данное возобхопорное сооружение. В следующем году планируют поставить точно такой же, но уже акцент на мини-футбол. Ну и в дальнейшем, конечно, бы хотелось с поддержкой губернатора и правительства Архангельской области реконструировать сам стадион, сделать его под ККБ, чтобы было идеальное условие в течение всего года. Для архангельского «Динамо» этот турнир по теннису стал дебютным. Со следующего года он будет носить имя Вячеслава Мультино, мастера спорта Советского Союза по теннису. Виктория Воронцова, Евгений Зыков, Регион 29. Таким был этот день. Я с вами прощаюсь. Хорошего вечера и до встречи в эфире. 2 мая – последний день для представления декларации о полученных доходах. Воспользуйтесь личным кабинетом на сайте ФНС России. Отчитаться о доходах – это просто. Светлана теперь точно знает. Есть парк в центре города. Сергей Витальевич захотел новую площадь. Получил. А Мария Иванова нашептала нам, что детская площадка «Моих рук дел». Повлиять на благоустройство своего города может каждый. Выбирайте проект и голосуйте за его реализацию на сайте «Загородсреда.ру». Редактор субтитров А.Семкин